МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юбилейный театральный сезон. Конечно же, сегодня хотелось бы поговорить о планах, о проектах, о фестивалях, о новых сценариях и новых работах. Да, мы, наконец, подошли к этому нашему 15-му юбилейному сезону. Очень надеемся, что он не будет обращен всеми вот этими виртуальными вещами, которыми был обращен предыдущий сезон. И очень надеемся, что сегодня мы все-таки будем видеть постоянно живого зрителя. Нам это важно. Мы начали достаточно успешно и открыли наш театральный сезон большим спектаклем, специально выведя на сцену практически весь наш театральный мир. Это наши дети, подростки и наши взрослые. То есть это все, что составляет основную труппу нашего молодежного театра. Это спектакль по пьесе Жанна Батиста Мольера, Мещнин во дворянстве. Комедия во всей красе. То есть мы постарались сохранить в этой комедии и оперу, и балет, и немножечко посмеяться, и пошутить, да, и вот показать такую фарсовую эту комедию. Нам кажется, что нам удалось. Правда, пьеса пятичасовая. Из пятичасовой мы сделали всего двухчасовую. Но мне кажется, что зритель посмотрел это на одном дыхании и не утомился. Что почувствовали, когда вот первый раз после пандемии, первый раз после стольких месяцев ожидания встретились глаза в глаза с зрителями, увидели их восторженные, да, распахнутые глаза. Что было внутри? Ну, вы знаете, во-первых, конечно, необыкновенное волнение. Вот. И желание это сделать. Потому что уже, ну, скажем, взрослые артисты, еще понимая ситуацию, да, как бы жили, хотя им было грустно. А вот юные наши артисты, конечно, они вообще не понимали, зачем они репетируют, если нет выхода вот на живого зрителя. То есть это им непонятно. И вот эти живые аплодисменты зала, и вообще, когда только вот первые актеры выходят на сцену, да, и вот это взаимодействие с залом. Потому что у нас все начинается внутри зала. Наши учителя, двое учителей, они идут как бы из зала и общаются с народом. И, конечно, когда общение не с пустыми креслами, а все-таки с людьми, это просто вызывает восторг. И я не знаю, есть ли более счастливые моменты, чем вот это вот общение со зрителем. То есть зритель получает нашу энергию, а мы получаем энергию зрительного зала. Михаил, что переполняло вас? Во-первых, скажу, что дикий восторг. Такой внутренний, ну, поглощающий, хороший. Играть было очень интересно. Мы проголодались по-хорошему по игре. Мы играли этот спектакль в пустом зале сначала и показывали видеотрансляцию. Но ощущалось, мы же привыкли общаться со зрителем. И вот эти вот энергии неуловимые, о которых Ольга Николаевна сказала, они нам нужны. Мы отдаем, но мы должны принимать. И со зрителем ведется такой внутренний энергетический диалог. И, конечно, когда зритель в зале был и реагировал остро на все, что происходит на сцене, это было просто прекрасно. Тетральный сезон стартовал с Мольера. Потом была серия победный марш. Агитбригада просто пронеслась. Причем не только по территории округа, но и соседних муниципалитетов. С успехом. В Звенигороде, когда вы приехали, все звенигородцы как один говорили, нет, ребята, мы за вас рады. Но очень жаль, что у нас нет своей такой бригады. Конечно же, все вот с легкой, с легким каким-то... С одной стороны, с радостью, с другой стороны, вот прям вот даже с ревностью, с завистью небольшой на вас смотрели. Но вы действительно прям зажгли. Да, но мы тоже очень были рады этому. Дело в том, что, я говорю, вот эти вот трансляции. Мы делали запись в пустом нашем дворе. Даже привозили этот КАМАЗ для того, чтобы сделать такую красивую трансляцию во время пандемии. Но невозможно было реализоваться. У нас сейчас очень активно работают наши подростки, которые шести лет. Они пришли давно в театр. И сейчас они подросли. Они уже в шоу-балете, в шоу-группе. И они вот эта вот картинка красивая. Они никак не могли эмоционально сыграть то, что мы от них хотим. Казалось бы, это просто танцы в агитбригаде, да? То есть некое такое обравление. Но танец, который не зажигает зрителя, он бесполезен, он бессмысленен. И когда мы делали вот эту трансляцию, я осталась очень недовольна, потому что не было вот этого посыла от актеров. И я очень боялась, что они перегорят. И вот когда мы поехали, то есть было очень сложно, такой график как бы тяжелый. И, в общем, погодные условия были уже совершенно разные. И сами условия тоже выступления. Но я решила, что это... Но опять же, это все было рассчитано и приурочено к 9 мая, к 70-летию Победы. То есть прошло несколько месяцев. Вот насколько все равно материал востребован и зашел на территориях? Вот вам как показалось? Он востребован... Во-первых, он востребован всегда, да? А у нас был такой диалог, полемика с одним из жителей Жаворонковского поселения, с Яном Дробышевым, который написал, что вот уже придумать что-нибудь более современное, да, типа, значит, на дворе уже там не 19-й век, да, и не 20-й даже. Вот. Я хочу сказать, что эти люди неправы абсолютно. Основная масса людей, причем разных возрастов, детей, подростков, вот мимо проходящих людей, которые в наушниках слушают принципиально другую музыку. Они, может быть, даже не слышали песен этих военных и не знали, и никогда не вникали в это. Но они останавливались? Они останавливаются, они аплодируют, они подходят, они потом говорят. И вот я хочу сказать, что вот мы выдохнули, и я увидела на сценической площадке, вот на этой импровизированной везде, как прекрасно танцуют и играют мои артисты. Потому что я поняла, что они вот увидели этих зрителей и воодушевились, и они поняли, что они не могут вот ну как бы выйти, там что-то ручкой поводить, ножкой поводить и что-то сделать. И это вот действительно такой возник энергетический поток. И вот уставшие, как не знаю кто, как обычно это происходит у нас во время вот этих агитбригадных маршей, ребята уставшие совершенно были удовлетворены этим. То есть это было вот счастье в глазах. Реально, счастье в глазах. И неважно было, сколько это было зрителей. И вот последние как бы мы играли в парке «Патриот», на этой огромной площадке, на День танкиста возле этих там танков, самолетов стоящих, витрило был совершенно жуткий, микрофоны шумели, все сдувало совершенно, девчонки там околели просто. Но не то, что никто не пикнул, а все были довольны и счастливы, и готовы были ехать и еще, и еще в эти агитбригады. И в Красногорске, вот мы когда давали интервью, я тоже сказала, что действительно эта тема нами создана не на 75 лет победы. Мы уже 5 лет играем эти вещи. Значит, у нас есть несколько разных программ. Вот сейчас мы подготовили для танкистов отдельную программу. Да, значит, сейчас вот у нас будет Севастополь, да, все-таки начинается этот абсолют победы. Он начался, он уже опять зазвучал. И легендарный Севастополь сделан, это прекрасная программа. Это должно быть и будет востребовано всегда, пока жива наша память. Если это сделано с душой, качественно, если артист полностью отдается этим образом, я думаю, что населением это будет востребовано всегда. Новый театральный сезон, юбилейный театральный сезон, 15-й наверняка будут премьеры. Да, конечно, мы готовим премьеры, вот. Но сейчас немножечко сложно, и сложность заключается в том, что мы сейчас живем все, не очень понимая, что и как будет происходить, да. Не очень понимая, как будут учиться наши дети. У нас есть там студенты, да, есть школьники, да. Это накладывает определенный отпечаток в плане репетиционном. Но, тем не менее, да, у нас есть как бы определенные затеи. Но сначала нас ждет Новый год прекрасный наш. Михаил, ну вы как человек, на плечах которого лежит непосредственно создание всех сценарий, всех новогодних сказок, что будет нового в этом году? Чем будете удивлять? Мне кажется, с каждым годом это все становится сложнее сделать, потому что планку поднимаете, поднимаете и поднимаете. В этом году была поставлена конкретная задача сделать такой праздник большой и массовый. Это произошло еще до пандемии. Мы начали работать над большим проектом для того, чтобы делать праздник на стадионе. Массовый, огромный, без смены декорации. Действие происходит практически в одной точке. И сначала я думал, что это нереализуемо вообще. Но потом пришла идея, и мы вот с Ольгой Николаевной работали вместе над идеей. И сказка, в общем-то, родилась. Но теперь мы ее не будем показывать на стадионе. По понятным причинам. И, к сожалению, она не может быть трансформирована для малого зала сейчас. Поэтому в этом году мы покажем наши работы, которые были до этого. Вообще, вот сейчас четыре сказки про Машу и Вову. Вот с той последней, которая для стадиона. Из них мы будем показывать в этом году вторую и третью. Это волшебное зеркало и космические путешествия Маши и Вовы. Сердце Земли еще называется. Второе название. Ну, вкратце расскажу про что данные сказки. Первое волшебное зеркало заставляет зрителя увидеть, что произойдет, если перевернуть сказки все наоборот. Детям это очень нравится. Когда Бармалей становится добрым. А Василиса Премудрая становится глупой. Все наоборот, все перемешано. И как бы виновата Баба-Яга, которая волшебное зеркало... Как всегда. ...нувела. Собственно. Разбила из металла кусочки, чтобы нельзя было ничего вернуть. И как бы у нее там были свои причины для этого, корыстные цели. И Маша и Вова помогают все восстановить на свои места, найти кусочки. И путешествуют по различным сказкам, где встречают героев с перевернутыми характерами. Вот такая интересная, на мой взгляд, затея. Да, я хочу сказать, что эта сказка очень красивая у нас получилась. Она интерактивная. У нас дети постоянно играют. То есть все персонажи наделены контактными какими-то вещами с залом. Они играют. И поэтому эта история для детей всех возрастов и для взрослых. То есть те, кто не могут еще следить за сюжетной линией до конца. То есть совсем маленькие дети, которые пришли с родителями. Они с удовольствием играют. Хлопают в ладоши. Кидают снежки. В общем, занимаются всеми вещами, которыми должны. Ну, а дети постарше, конечно, следят за сюжетом, очень переживают. И очень много есть вот этих взаимодействий даже наших маленьких героев, когда они просят помощь у зала. И дети с радостью, с удовольствием помогают. Наша задача только не спровоцировать, чтобы весь зал... У нас, кстати, была такая история на другой сказке. На первой, когда нас герой сказал, придите ко мне помочь. У нас чуть ползала детей не ринулось на сцену. Поэтому мы за этим сейчас на репетициях очень следим. Придите помочь, да, аккуратнее. Да, да, дети готовы. Нет, мы просто не произносим таких фраз уже, понимаешь, да? Потому что провокации не делаем. А так вообще дети действительно, вот они с полной отдачей готовы нам помогать. Эту, кстати, вот историю мы будем показывать сейчас для незащищенных слоев населения, для детей со сложной судьбой. Это пройдут елки такие главы. Но, к сожалению, вот Миша сказал, что вот этот формат стадионный, к сожалению, не получится. И нам придется играть в домах культуры, но большее количество раз, чтобы обеспечить всех. И вот... То есть график будет очень жесткий. И эту сказку мы будем играть в «Любови Орловой», будем играть три дня по три сказки в день. Вот такая история. Это чтобы все желающие дети были приглашены, и все попали на этот замечательный спектакль и поиграли вместе с нами. Вот. Ну и вторая история, вот это «Сердце земли», Миша. Да, «Сердце земли». Задумывался как проект такой немножко странный для нас и непривычный. Мы искали новые формы и решили, что можно совместить мультипликацию с театральным действием. Я рисовал мультфильмы самостоятельно и писал сценарии. И мы с Ольгой Николаевной вдвоем участвовали именно как режиссеры в создании этого спектакля. Он совсем другой. Я хотел как бы сделать так, чтобы дети заинтересовались некоторыми научными знаниями про космос. Но в очень-очень простой форме. И вот планеты, на которые попадают дети, путешествуя в этой сказке, они очень разные. Они там газовая планета, ледяная планета, огненная планета. В общем, все стихии. И мультипликация, которая просто внедряется внутрь спектакля. И часть действия мы видим на сцене. И часть действия идет как мультик. Дети, по-моему, в восторге от этого. Да, дети не понимают, что происходит. Потому что у нас даже сняты... Там герои, кто они на сцене, и тут же они на экране. Эти же герои в этих же костюмах, они сняты, как они в космическом корабле перемещаются. Вот они только что были на сцене, и вдруг они с экранов смотрят. И, конечно, на детей это производит такое впечатление. У нас на премьере. Егор Кончаловский. Ему очень понравилось. Говорит, что я один пришел. Что, ребенка-то не привел своего. Мы говорим, ну, не знаем, как это было. В следующий раз приводить. Да, в следующий раз у него будет шанс. И вот эту вот историю в прошлом году, ну, вернее, в этом году, на Рождество, в этом году, у нас увидели только небольшое количество жителей Звенигорода. Так получилось, что мы смогли ее показать только там. А в этом году мы будем в качестве елки-головы ее показывать несколько раз в Доме культуры Солнечной. Уже на большей площадке. И мы надеемся, что уже многие дети попадут на этот замечательный спектакль. Будет оборудован этот опять интерактивный экран. И я думаю, что как раз в Солнечном, в отличие от Любови Орловой, там сцена побольше. Будет поинтереснее даже вот этот какой-то формат. Ну, а вот эту стадионную елку мы, конечно, готовим все равно. Просто мы надеемся, что она немножечко откинется по времени. И может быть, может быть, премьера, ну, мы так фантазируем сейчас, значит, может быть, премьера состоится. Может быть, не за счет и детей? Да, не обязательно на Новый год, да. Потому что все-таки она такая, не имеет привязки к Новому году как таковому. Это просто очень интересная история. Но каждая история, которую пишет Миша, чем они хороши, нас всегда благодарят родители. Нам это очень нравится. И почему мы вот, ну, уже много лет, да, значит, решили, что мы пишем сказки сами. Мало хорошего материала. Материал сказочный, который предлагается в виде пьес, да, современных, он весь просто ради игровых программ. Наши сказки учат детей. Учат бережному отношению к книге, учат дружбе, учат взаимопомощи, поддержки. Учат сохранять, вот, например, вот «Сердце Земли» – это, по сути дела, экологическая сказка. То есть, что ни на какой планете нельзя обижать никаких существ, да. Если ты вот дотронулся до чего-то, и что-то ты сломал на этой планете, кажущееся тебе там ненужным и никчемным, оно может привести к катастрофе, к краху, да. То есть, в общем, из каждого спектакля ребенок, в общем, что-то выносит, он чему-то учится. И, в общем-то, это важная, мы такую задачу ставим перед собой. Если говорить о фестивальной работе, я так понимаю, все продолжается. Магия кино стартовала. Михаил, вы как художный руководитель. Да, как директор. Директор этого проекта, да, фестиваля. Как директор в этом году могу отметить, что растем, расширяемся. Сейчас у нас уже 131 работа. И где-то в районе 50 населенных пунктов участвуют. Сбор заявок еще не закончен. Мы ожидаем. И, как это показывает практика, именно в последние почему-то дни идет какой-то наплыв. До какого числа еще можно прислать работу, Миш? Работы до 1 октября. Вот сейчас мы ожидаем последних. Лавину. Лавину, последнюю лавину. Ну, если кто-то задержится, то мы, наверное, примем в ближайшую неделю после окончания. Ну, конечно, да, в ближайшую неделю. Потому что много очень работы. Хочу сказать, что нас опять по-прежнему возглавляет, представительствует у нас Егор Кончаловский. И хочу сказать, что это колоссальная работа для членов жюри. Потому что в данном случае нужно просмотреть эти фильмы. На каждый фильм написать рецензию. Для того, чтобы, когда у нас уже участники спрашивают, а почему, а что. Потому что все-таки 90% участников хотят научиться чему-то. И им важно мнение компетентного жюри. Мы должны им предъявить, что называется, отчет некий такой. Что понравилось, что не понравилось. На какие недочеты имеет смысл обратить внимание. И в этом году, опять же, мы планировали, что мы играем в волейбольном центре 5 декабря. Но, к сожалению, все вот эти такие огромные площадки не закрыты. Массовые мероприятия есть, но вот эти большие площадки для нас. И поэтому мы выбрали сейчас вместе с комитетом по культуре площадку «Заречья». Надеемся, что они успеют приобрести экран хороший. Потому что нам нужен экран, чтобы показывать фильмы. Ну и все-таки у них там 700 посадочных мест. Если рассадка по одному, все-таки более-менее какой-то зал мы можем пригласить. Потому что обычно у нас очень много желающих изо всех городов. И участники приезжают, и зрители приезжают. И это здорово. Ну и, конечно, мы готовим в октябре, я хочу сказать, ошеломительную премьеру. Могу уже об этом сказать. Значит, мы ее готовим, посвящаем учителям. Октябрь – это день, это такой вот месяц учительский. Значит, мы ее посвящаем учителям. Мы с детской основной труппой ставим «Баранкин. Будь человеком». Наш спектакль имеет название «Человек. Это звучит». Это такая юмористическая история по рассказу о «Баранкине». Такой юмор и сатира на наших учителей, можно сказать. И на детей, которые не очень любят и не очень хотят учиться. Он будет очень костюмированный, интересный, со всякими превращениями. Он уже ждет зрителя 31 октября. Ну а в конце сезона, весной, мы должны будем подтверждать звание народного коллектива в очередной раз. То есть прошло уже время, и нам пора это сделать. И мы, думаю, что сможем удивить зрителя новым спектаклем. Мы опять вернулись к Шварцу. Вот ребята любят говорить, что у нас, наверное, театр не Шварца. Давайте назовем театр не Шварца. Ну так вот, что тут мне нравится. Мы пытаемся сейчас эту премьеру сделать в стиле театра Буфф, а совсем не в стиле театра Шварца. Мы решили показать дракона. Скажем, по мотивам дракона. Мне показалось, что дракон на сегодня актуален. И даже вот этот наш пандемий, масочный режим, и все нюансы, которые вытекают из этого, из всего, прям вот укладываются в рамки написанного очень давно истории, да, и такой странной истории, которую написал Шварц. Она такая мало представляется, и все-таки она как-то играется в виде сказки. А на мой взгляд, это совершенно взрослая, к сказке не имеющая никакого отношения история. Вот посмотрим, что из этого получится. Спасибо вам огромное. Желаем творческих успехов. Безусловно, ждем приглашения на премьеры, на открытие фестиваля. С удовольствием обо всем расскажем нашим телезрителям и гордимся нашей дружбой. Поздравляем вас с началом 15-го юбилейного театрального сезона. Спасибо огромное. Мы тоже желаем ОТВ развития. Вот действительно, как бы мы вот вместе, что называется, растем, дружим, движемся. Вот нам очень приятно, что есть бессменные люди, да, вот как вы, Марина, и операторы многие, которые здесь работают на ОТВ. Вот мы желаем, чтобы у вас было больше красивых, интересных передач. Ну, что к вам почаще приходили интересные люди, такие, как мы, например. Спасибо. Спасибо большое. А я, между прочим, помню и участвовала в съемках первого спектакля «Жестокие игры». Еще в нашем университете. Слушай, а мы вот не сказали об этом. Мы сыграем «Жестокие игры». Значит, уже определены два состава. «Жестокие игры» в 15-м юбилейном сезоне прозвучат как в составе взрослым, так и в составе юным. Значит, наши подростки выходят в «Жестокие игры». Они еще чуть-чуть маловаты. По возрасту даже вот, ну, еще не дотягивают до героев, потому что им там 15-16, а героям все-таки 18-19. Но они пытаются, сейчас дети такие более современные, они попытаются сейчас это сыграть. И я считаю, что это будет очень интересно. Поэтому мы будем играть, да, 31 октября и 1 ноября. Два состава. То есть легендарные наши «Жестокие игры», взрослый состав и дети, как мы их называем, которые вот должны себя проявить. Вот такие два состава мы покажем. Мне тоже кажется, что мы должны удивить. Мы должны удивить, каких мы чудесных детей вырастили. Правда. Которые ты, Маша, когда снимала это все, значит, я помню, первые эти репортажи, и когда там вот эти «Волшебник изумрудного города», через которые все дети наши прошли, там, сыграв этот миллион этих ролей, когда там у Саши, у Раевского брали интервью и говорили, вот, ну, сколько ты времени в театре? Он говорил, да я всю жизнь в театре. Говорил ребенок, ну, он правда всю жизнь, он с шести лет в театре, вот сейчас ему 15, да, то есть вот 9 лет юный мальчик, да, значит, у нас некоторые взрослые артисты столько не бывали в театре, вот 9 лет он в театре, то есть вся жизнь на подмостках. Спасибо вам. Спасибо. Да, если можно, Оля Николаевна перевела тему так быстро на театр с магией кино, и я хотел одну фразу сказать, и я ее скажу. Скажи. Очень приятно, что в этом году у нас появились фильмы полнометражные. До этого были только короткометражные, а в этом порядка 10 фильмов полнометражных, и это отрадно, это говорит о том, что все развивается, расширяется, и интерес все-таки к нашему фестивалю, он растет. Да, ну и, кстати говоря, вырос интерес у англоязычной публики, и мы даже сделали ролик на английском языке, отправили его как бы по каналам, и мы очень надеемся, что иностранцы тоже примут участие в нашем фестивале, там есть просто некие сложности, что обязательно там тетровать нужно фильм, да, значит, но тем не менее появятся такие работы, потому что нам очень хочется поговорить в грядущем времени о том, что, может быть, фестиваль стал из окружного в более масштабный фестиваль, то есть все-таки стал международным. Чтобы этот статус получить, конечно, нужны вот эти вот работы, но отклик очень интересный, то есть наши работы смотрят, в общем, везде, и в России, и за рубежом. Спасибо за интервью. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания.